Месяц кино и сериалов за 0 рублей в приложении Кинопоиск на Смарт-ТВ! Смотри любимые фильмы и сериалы с подпиской Яндекс Плюс! Ищи промокод в описании и наслаждайся просмотром! 2003 год В ходе стандартных исследований звездного неба в созвездии Феникса открыт небольшой жёлтый карлик. Впоследствии он получил название ВАСП-96. 2013 год Орбитальный телескоп СуперВАСП обнаружил в непосредственной близости от звезды экстремально рыхлый газовый гигант. Предварительный спектральный анализ его атмосферы показал, что она обладает удивительной прозрачностью и практически не содержит водяного пара. 2022 год Орбитальный телескоп нового поколения Джеймс Уэбб провёл повторный анализ состава газовой оболочки объекта. На этот раз с недостижимой ранее точностью. Новые данные поставили учёных в тупик. Согласно им, экзопланета должна быть окутана плотными слоями густых облаков, что полностью противоречит предыдущим представлениям. Таким образом, данные Уэба расходятся с результатами ранних измерений, заставляя задуматься о полноте нашего понимания Вселенной. Что же из себя представляет этот удивительный аппарат и что он уже успел разглядеть в глубинах космоса? Давайте попробуем разобраться. Первый космический История самого большого современного орбитального телескопа началась ещё в далёком 1996 году. Его разработкой модернизация заняли долгие 25 лет. После чего аппарат покинул нашу планету и начал своё путешествие сквозь космическое пространство. Ещё месяц Джеймс Уэбб провёл в пути к точке назначения, расположенной в полутора миллионах километров от нашей планеты. Так как телескоп оснащён высокоточными инфракрасными датчиками, он способен увидеть самые тусклые и далёкие космические объекты, скрытые в глубинах Вселенной. Однако непревзойдённая чувствительность имеет и обратную сторону. Слишком сильное излучение Земли, Луны и Солнца глушит слабые сигналы далёких звёзд и экзопланет. Поэтому, чтобы противостоять данному эффекту, сверхчувствительные приборы были закрыты многослойным теплоотражающим экраном. Саму же обсерваторию пришлось отвести подальше от крупных небесных тел и расположить возле так называемой второй точки Лагранжа – в тени нашей планеты. Тем не менее, полученные результаты стоили всех затраченных усилий. Ведь Уэб практически с первых дней эксплуатации подарил нам множество удивительных открытий. Некоторые из них были ожидаемыми, другие же породили дополнительные вопросы. Одним из таких парадоксальных исследований стал спектральный анализ ВАСП-96b – раскалённой экзопланеты с экстремально малой плотностью. Она расположена в ноле целых 45-тысячных астрономической единицы от материнского светила и совершает полный оборот вокруг него всего лишь за три с половиной дня. Согласно расчётам, масса небесного тела вдвое меньше, чем у Юпитера, а диаметр на 20% превышает юпитерианский. Из-за экстремальной близости к звезде температура внешних слоёв объекта довольно высока и достигает 1285 Кельвинов, или чуть более 1000 градусов Цельсия. Экзопланеты подобного типа относятся к горячим Юпитерам и выделяются большими потерями атмосферы в результате воздействия звёздного ветра. В ходе ранних измерений в газовой оболочке ВАСП-96b были обнаружены очень чёткие линии натрия, что было интерпретировано исследователями как признак необычайно чистой и безоблачной атмосферы. Дело в том, что, согласно имеющимся моделям строения газовых гигантов, данный элемент может существовать только в глубинах планеты. Раз мы видим его следы, значит верхние области газовой оболочки небесного тела практически не поглощают свет. Предполагалось, что благодаря данному факту сверхчувствительные детекторы Джеймса Уэбба могли бы заглянуть в самые глубокие слои экзопланеты. Однако, полученные телескопом сведения оказались радикально иными. Согласно им, внешние слои газового гиганта содержат обилие водяного пара. Конденсируясь в верхних слоях атмосферы, он может формировать обширную дымку или плотные облака, отражая часть падающего света. Из-за этого температура нижних слоёв объекта может значительно отличаться от расчётных значений. Возможно, точность раннего исследования оказалась недостаточной, либо часть данных была неверно интерпретирована. Также не исключено, что нам пока неизвестен определённый фактор, позволяющий объединить полученные результаты в единую картину. ВАСП-96b остаётся загадкой. А значит, её ещё предстоит изучить подробнее. Разумеется, на этом открытия Уэбба не заканчиваются. Например, в 69 световых годах от нас находится необычная система, состоящая сразу из трёх коричневых карликов. Эти космические тела слишком велики для планет, и в то же время слишком малы, чтобы запустить стабильную термоядерную реакцию в своих недрах. Как правило, обнаружить коричневые карлики очень трудно, ведь собственное излучение их поверхности крайне слабо. Однако Джеймс Уэбб видит Вселенную преимущественно в инфракрасном свете, благодаря чему легко различает объекты, практически незаметные в оптическом диапазоне. Два крупнейших компонента системы очень похожи по своим характеристикам и расположены довольно близко друг к другу. Расстояние между ними составляет около двух астрономических единиц, а общая масса немного превышает 100 юпитерианских. Температура же обоих объектов сравнительно велика и достигает 2600 кельвинов, или чуть более 2300 градусов Цельсия. Третий компонент системы находится на гораздо большем расстоянии, примерно в 100 астрономических единицах от центра. Его масса лежит в пределах от 14 до 23 масс Юпитера, а радиус на 20% превышает юпитерианский. Также этот коричневый карлик примерно в два раза холоднее своих более массивных компаньонов. Согласно наблюдениям, температура его внешних слоев составляет 1240 кельвинов или немного ниже 1000 градусов Цельсия. Тем не менее, небесное тело значительно теплее газовых гигантов нашей системы, особенно с учетом отсутствия обогревающего его светила. Необычным открытием стало то, что внешние слои данного коричневого карлика содержат не только привычные компоненты, такие как вода, метан или углекислый газ, но и мельчайшие частицы разнообразных соединений кремния. Простейшим из них является кварц, но кроме него замечены и более сложные вещества. Считается, что они сосредоточены в атмосфере небесного тела в виде обширных облаков. Существование подобных скоплений было предсказано ранее из теоретических соображений, ведь кремний, будучи продуктом звездных термоядерных реакций, довольно широко распространен во Вселенной. Однако до недавних пор подтвердить данную гипотезу наблюдениями не удавалось. Предполагается, что примерно 140 миллионов лет назад на месте данной системы располагалось единое газопылевое облако, которое позже разделилось на три независимых сгустка. Вероятной причиной этого события могло стать гравитационное воздействие массивного небесного тела, прошедшего рядом с протозвездной туманностью. Примечательно, что если бы разделение не произошло, то общей массы сформировавшегося объекта хватило бы для начала самоподдерживающейся термоядерной реакции. В этом случае вместо трех коричневых карликов мы могли бы наблюдать единственную крошечную звезду. Разумеется, приборы Уэбба способны изучать не только одиночные объекты, скрытые в глубинах космоса, но и грандиозные космические структуры, простирающиеся на сотни световых лет. Одной из них стала Туманность Киля, крупнейшая звездная колыбель нашей галактики. Это яркое и обширное скопление расположено примерно в 8500 световых годах от Земли, а его масса достигает 900 тысяч солнечных. Оно включает в себя не только гигантские облака межзвездного газа и пыли, но и тысячи звезд, от совсем маленьких до настоящих гигантов. В том числе именно здесь расположены два светила, входящие в список самых ярких объектов Млечного Пути. Это Киля и WR-25. Светимость каждого из них превышает солнечную в несколько миллионов раз. Разумеется, подобные уникальные объекты неизбежно привлекают внимание астрономов. Однако инфракрасные камеры Уэбба позволяют разглядеть в полевой дымке множество ранее неизвестных светил. Дело в том, что именно в этом регионе космоса постоянно появляются на свет сотни молодых звезд. Согласно современным представлениям, новые светила формируются благодаря силам гравитации, которые сжимают и разогревают облака космического газа. В процессе эволюции протезвезда проходит несколько стадий, пока в ее недрах, наконец, не вспыхнет термоядерный огонь. Данная теория подтверждена множеством наблюдений. Однако многие детали этого продолжительного и сложного процесса остаются малоизученными. Порой образование новой звезды занимает миллионы лет. Однако астрономам не требуется столь долгое наблюдение. Благодаря инфракрасным сенсорам Уэбба в туманной стекиле были обнаружены тысячи протозвезд и молодых светил на самых разных стадиях эволюции. Очень важно, что все эти объекты сформировались в пределах одного газового облака, а значит, их состав и возраст очень близки. Наблюдая за ними, исследователи смогут полностью проследить процесс образования звезд и лучше узнать, какие силы принимают в этом участие. Некоторые предполагаемые фазы данного процесса занимают считанные часы или дни, и благодаря Уэбу вероятность зафиксировать их существенно повышается. Вполне возможно, что скоро мы сможем полюбоваться фотографией молодой звезды, вспыхивающей в тысячах световых лет от Солнца. Между тем, 18-секционное зеркало диаметром 6,5 метров и бортовой комплекс сверхточных приборов позволяют Джеймсу Уэбу уловить свет от объектов, расположенных гораздо дальше, на самой границе видимой Вселенной. Их возраст составляет более 13 миллиардов лет. А значит, телескоп даёт нам возможность заглянуть в самые древние времена сразу после гипотетического Большого взрыва. Однако даже Джеймс Уэбб вряд ли смог бы увидеть их свечение, если бы не одно уникальное совпадение. Феномен гравитационного линзирования уже давно известен учёным. Это физическое явление, помогающее нам лучше разглядеть глубины Вселенной, заключается в том, что мощная гравитация, порождённая массивным телом, фокусирует и усиливает свет расположенного за ним источника. Подобный эффект требует совпадения множества факторов, так что неудивительно, что он является одним из редчайших явлений во Вселенной. Тем удивительнее тот факт, что в процессе наблюдения за скоплением галактик SMACS 0723, которое расположено примерно в 4 миллиардах световых лет от Земли, Джеймс Уэбб зафиксировал свет космического объекта, прошедший через гравитационные линзы целых три раза. В общем итоге излучение было усилено приблизительно в 20 раз, без чего астрономы вряд ли смогли бы отделить его от фонового шума. Считается, что данный объект представляет собой далёкую и очень старую галактику, возраст которой оценивается в 13 миллиардов лет. Также было обнаружено ещё около 10 звёздных скоплений, предположительно появившихся на свет в период от 200 до 700 миллионов лет после рождения Вселенной. Согласно некоторым наблюдениям, они обладают сложным строением, для формирования которого необходимы десятки миллионов лет. Это открытие позволит учёным уточнить имеющееся представление о ранних стадиях эволюции Вселенной и, возможно, даже заставит пересмотреть её возраст. К сожалению, нам пока ещё очень мало известно о столь древних временах, и Джеймс Уэб наверняка поможет узнать о них больше. Новый телескоп отодвинул границы нашего познания к самому краю Вселенной. Вполне вероятно, прямо сейчас в его снимках спрятаны десятки открытий, ожидающих скорой интерпретации. Между тем, миссия Уэбба только началась, и продлится ещё долгие годы. Мы будем следить за её развитием и надеемся на вашу поддержку в этом длинном, сложном, но бесконечно интересном деле. Ведь с каждым днём Вселенная становится немного ближе. И... услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok